Друзья, привет! С вами Джамбо Макс и я в 2020 году играю на Xbox OneFat. Капец, да? Многие могут назвать меня дебилом, поскольку я до сих пор играю в слабую версию данной консоли, но мне как-то пофигу на это. Ну, поскольку у меня есть своя голова на плечах. Многие говорят, что запустив какую-нибудь игру в 2020 году на Xbox OneFat, у вас вытекут глаза. Давайте это проверим и запустим какую-нибудь игру на моей фатке прямо сейчас. Ну, давайте, к примеру, запустим новую колду. Где мой стол? Да, ребят, за весь игровой опыт я даже не мог подумать, что в эту херню может кто-то поверить. На самом деле, часто наблюдаю в комментариях, что на слабых консолях просто невозможно играть, жутко играть, но на самом деле это не так. На дворе уже 2020 год, и я на самом деле еще ни разу не пожалел, что я купил фатку на старте и играю на ней по сей день. А знаете почему? Потому что она выполняет самую главную функцию игровой консоли, а именно тянет все актуальные игры, что, собственно, мне и нужно. Многие мои зрители иногда офигевают от того, что я не купил X-версию. Как так можно на фатке одно мыло? Признаться, фатке и X-е действительно есть разница в разрешении. Ну, поскольку 4К и 1080p это все-таки большая разница. Но так или иначе, меня это не колышет, поскольку в последнее время я предпочитаю играть на маленьком телевизоре. И разрешение картинки меня вообще никак не волнует, поскольку игры одни и те же. Знаете, если бы меня реально волновала бы разница в картинке, то скорее всего бы я перешел бы играть до ПК и запускал бы игры на нем. Ну, поскольку мощность моего компа позволяет играть во все новые игры с максимальными настройками графики. Но опять же повторюсь, мне на это фиолетово, поскольку на фатке во всех новых играх картинка более-менее оптимальная. Знаете, на самом деле я пойму тех людей, которые уже привыкли к изображению, которое выдает X-версия. И в этом случае переходить на фатку или эску, ну, как бы будет неохота. Но те, кто заявляют, что фатка убогая консоль, не имея при этом X-версии, можете идти в задницу. Поскольку изображение на фатке, оно не такое убогое, как многие говорят. В данное время существует еще и S-версия, и знаете, она тоже неплохо держится на рынке. И по секрету вам скажу, S-ка это по сути то же самое, что и фатка. Она у меня есть, и знаете, отличий я каких-либо вообще не заметил. Просто знаете, на самом деле все познается в сравнении и в личном опыте. Обычному пользователю, как я, которому пофигу, сколько сейчас пикселей на экране, изображения от фатки или эски будет более чем достаточно. То, что многие говорят, что это вырви глаз, играть невозможно, это все чушь. И знаете, больше всего при этом поражает тот факт, что до появления 4К разрешения, все как бы не срали 1080p. Но как только пересел кто-то на 4К, понеслось 1080p это говно. Да, я понимаю, что 1080p намного хуже, чем 4К, но это не так критично. Поскольку когда не было 4К, все как бы играли на фатке и всем было норм. Но потом началась такая тенденция поливать то, что хуже. И знаете, на самом деле играть на фатке намного лучше, чем на минимальных настройках на ПК. Ну поскольку, по моему мнению, когда стоишь в самой минимальной настройке, там вообще начинается капец. И помимо самого разрешения, меняется еще отображение текстур. Ну, к примеру, вот вам ПК-версия на минималках и на фатке. Ну, как по мне, выбор очевиден. И можете в принципе не удивляться тому, что фатка до сих пор живет, поскольку все дело в оптимизации. Когда я стримлю, я делаю это через фатку. Прошел RDR я на фатке, новую колду тоже я прошел на фатку. И знаете, мне кажется, я получил столько же восторга от этих игр, что и все, даже если кто-то играл на другой платформе. И знаете, на самом деле самое главное то, что я играю во все актуальные игры, что и все. В этом самый сок. Что касаемо FPS, тут тоже все в порядке, и во всех онлайн режимах, где нужно 60 FPS, на фатке есть 60 FPS. Также очень много комментариев я вижу на тему того, блин, а вот чувак, подскажи, а та или иная игра на фатке нормально идет? Ребят, абсолютно все нормально сделанные игры, нормально оптимизированные, нормально идут. И который раз повторяюсь, все зависит от оптимизации той или иной игры. Но так или иначе, все игры, они играбельные. Единственный минус фатки в данное время я вижу то, что когда ты подключаешь его к 4К телеку, там действительно мыльные изображения. И в данном случае, если у вас 4К телек, то лучше все-таки приобрести Xbox One X. Но я в данном случае играю на маленьком телеке, и фатки мне хватает с головой. Короче, играйте над том, на чем больше нравится, получайте удовольствие от игр и не слушайте никого. А на этом, в принципе, все. Вот такой вот видосик. Если понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свое мнение. И большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч.